здравствуйте вы смотрите программу работа и сегодня у нас в гостях алексей викторович лобов директор государственного музея маяковского здравствуйте алексей викторович ну банальный вопрос с него начнем как человеку который приехал к нам в город как вам ульяновск вы не первый раз уже здесь но так получается что я в ульяновске практически с прошлого года каждый месяц бываю приезжал на форум форум музеев по волжье по узку федерального округа приезжал на форум литературных музеев приезжали во время подготовки выставки но вот и сейчас открытие выставки наконец то что случилось оно случилось и я думаю что получилось очень хорошо так город то вам наш как город я знаю давно я в городе первый раз побывал лет 30 назад и с тех пор город заметно изменился и заметно стал интереснее насыщеннее и что радует это музей наполненность города она приобрела какой-то некий такой вот очень сбалансированный вид ну понимаете ушел ушел догмат вот этого мемориала появился целый музейный квартал прекрасно развиваются сейчас и кровеческий музей художественный музей великолепный дом гончарова то есть стало много всего и всего очень интересного в этот раз вы приехали с выставкой маяковский ротченко о революции в искусстве да собственно что там могут увидеть ульяновцы ну я думаю что для каждого россиян ульяновск и революция это два понятия которые ну если не взаимосвязаны то перекрещиваются на определенных именах и естественно нам очень приятно что мы привезли вот в этот год такую выставку открываем этот год именно здесь в ульяновске на самом деле будет много событий в этот в этот год мы уверены и уверен что и событий будет много в ульяновске но мы в специально привезли вот такую вот выставку возможно даже провокационный потому что ну очень много споров что это было это был политический переворот это была политическая революция мы даем возможность посмотреть на примере развития русского ангарда была ли это политическая революция или это все-таки были события которые отразились во всей сфере жизни россии да маяковский вместе со своими соратниками футуристами в предреволюционный скажем так в ранний авангардный период футуристический период смело заявляли бросим толстого пушкина с прохода современности и вот мы показываем да то есть назревал уже вот этот вот некий социальный слом и поэты художники как никто они в первую очередь это могли отразить и вот мы привезли выставку уже то что происходило в двадцатые тридцатые годы и даем возможность зрителю самому убедиться потому что выставка не зря называется революция в искусстве она до сих пор революционно потому что те идеи тем и то основу которую изложили в двадцатых годах маяковский розчинка она до сих пор актуальна и очень современна но вот эти вот плакаты на самом деле много видел слоганы просто потрясающие наверное провокационные на самом деле до сих пор потому что там это и по циклам это все разложено то есть для кого они делали ну мы здесь привезли не только плакаты мы дали полный срез вот их взаимоотношений то есть начиная от фотографических экспериментов ротченко мы дали большой раздел конечно же афишный мы привезли обложки книг которые делал ротченко для маяковского мы привезли страницы уникального шедевра который действительно явился шедевром в двадцать третьем году это поэма маяковского проекта проиллюстрированная фотоколлажами ротченко ну мы привезли уникальные ткани да 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 ткани поповые степановые то есть то что разрабатывалось в конструктивистской такой манере мы специально для этой выставки сделали копии книг степановые костюмов спортивных мы привезли почти полностью всю серию обложек ротченко для журнала лев и новый лев поэтому выставка достаточно объемно и ее надо смотреть медленно и вдумчиво вы столько всего перечислено на самом деле что привезли в ульяновск что складывается ощущение что приехал наверное весь музей маяковского к сожалению это только сотая тысячная доля того что чем владать музей потому что несмотря на то что мы ну в большом счете один из старейших один из самых первых музеев потому что музей был создан в тридцать седьмом году но в отличие от литературных музеев у нас огромная коллекция именно художественная составляющая у нас лучшая коллекция и книжная у нас лучшая коллекция я считаю в россии это по Велимиру Хлебникову по Давиду Бурлюку поэтому нам есть что показывать я думаю что в ульяновск мы еще не раз приедем и привезем что-нибудь необычное вкусное интересное как удается вот ну здесь понятно маяковский ротченко такой пласт культурно-исторический как вообще вот происходит формирование может быть сейчас немножко не в тему там других экспозиций в целом вот сделать насколько как сделать экспозицию интересной ну нас спасает то что у нас изначально музей комплектовался не только артефактами о самом маяковском но и у нас очень много предметов связанных с окружением маяковского это дает возможность нам очень легко вот так вот составить экспозиции хотя и тема маяковского мы постоянно разрабатываем какие-то новые темы которые могли бы дать зрителю и совершенно иное понимание вот один из наших лучших проектов за последние годы проект который мы показали в москве показали во владимире и в этом году он поедет осенью поедет санкт-петербург в музей театрального музыкального искусства это проект маяковский от кутюр искусство одеваться то есть мы показываем трансформацию образа маяковского на протяжении всей его жизни то есть начиная от его приезда в москве в москву то есть вот те самые знаменитые банты и блузы там действительно было от кутюр потому что семья была достаточно бедна семья жила только за счет в основном за счет того пособия которое было назначено после смерти отца и вот эти вот вещи от кутюр это то что шили ему сестры мама и вот трансформации образа развитие образа поэтапно пошагово выставка получилась действительно очень уникальной потому что мы показываем не только вещи которые носил мы показываем лейблы которые маяковский в более поздние годы любил любил английские ботинки мы показываем даже предметы с которыми он ездил и у нас есть один из уникальных предметов это складная резиновая ванна которую он постоянно с собой возил ну потому что сказывался отпечаток смерти отца поэтому вот такие проекты на проектах на самом деле очень много и проекты все интересные и проекты либо на сопоставление либо на противопоставление прошлый год был год булгакова и мы вместе с музеем булгакова сделали вообще считаю уникальный проект маяковский против булгакова и вся выставка была решена в виде бильярдной партии потому что маяковский булгаков встречались только за бильярдом в жизни они практически не общались и мы показывали отношения к какому-то предмету того и другого то есть отношения с женщинами отношения с властью отношения со смертью отношения за границей и вот получал получится получается такие достаточно уникальные выставки ну а в этом году будет юбилей 125 лет третякова тоже сороднику маяковского и будет большой большой проект у свиповой поэтому мы стараемся вернемся тогда к нашей экспозиции которая приехала в ульяновск вот все таки интересно именно вот этот посыл маяковский ротченко это все таки вот их общее творчество вот это все таки искусство или это реклама ну давайте добавим сюда все таки еще и осипа брика да вот потому что именно осип бриг подвел под их взаимоотношения такую методическую базу скажем так потому что у осипа брика есть великолепная статья которая также была опубликована в лефе который называется искусство объявлять то есть реклама объявления и он называл это искусством и он очень подробно рассматривал и аудитория которая работает то есть великолепный пример с огнетушителем то есть как продать огнетушитель для городского жителя это один объект городской житель знает что такое огнетушитель и деревенский житель для которого это совершенно другой предмет а подача должна быть разная особое значение он конечно придавал и везде в своей статье он цитирует маяковского потому что именно в стихах маяковского как говорил осип бриг сочетаются три понятия смысл звук и ритм то есть вот эти три составляющие только тогда когда они входят в единую взаимосвязь появляется но эффектный стихотворный слоган рекламный слоган то есть получается и осип бриг это маркетолог своего времени да причем грамот 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 очень грамот да сумел выстроиться подключить к этому нужных людей ну либо он он работал с ними работал с этим пандемам и он пытался под все под это подвести научную базу и сделать достаточно успешно то есть получилось они так угадали тренд того времени потому что я думаю даже не угадали они они подготовили разработали это был единственный такой рекламный вообще бренд маяковский ротченко реклам конструктор но мы привезли еще то есть но мы опять же попытались выставку ставить таким образом чтобы зритель мог понять вот их творческое слияние потому что мы привезли фрагменты рисунков маяковского где он полностью разрабатывал всю афишу от начала до конца единственное что ротченко в это время ротченко потом по этому рисунку приводил ее в цвет и ну доводил до ума то есть они работали да они работали но маяковский художник поэтому тоже и мы показываем записку которую маяковский написал ротченко чтобы тот немедленно бежал к нему с инструментами потому что видим какие-то идеи появились которые надо срочно реализовать срочно перенести да да из головы на бумагу а вот это вот в принципе вот тандем их это не знаю даже как сказать коммерческий проект или политический был ну изначально он возник как творческий потому что маяковский он прочитал никогда не поднимал прекрасно понимал степень мастерства ротченко и встреча произошла в двадцатом году и встреча произошла по инициативе лили брик и на лили брик отправил маяковского во время какой то из вечеринок отправила маяковского кротченко маяковский подошел кротченко и сказал с вами хотел бы познакомиться лили брик и так вот так двадцатом году У Лили Брик была совершена практическая задача. Она хотела, чтобы этот известный, очень талантливый, необычный фотограф сделал фотосессию. Вот так произошло и знакомство, и Маяковский действительно увидел то мастерство. Мы показываем большое количество фотографий, и вот эти фотографии, на самом деле, если вспомнить начало века, если вспомнить постановочные снимки, то это обычно в студии, это обычно около какого-нибудь объекта, столика, ажурного, либо какого-то постамента все это делать, то здесь совершенно уникальный ракурс, совершенно уникальный свет. Родченко мог фотографировать, да, это тоже постановочные кадры, но Родченко мог взять, дать какой-то полуоборот. И здесь как раз мы привезли все-таки одну из моих любимых фотографий, на которой Маяковский улыбается. Потому что на всех фотографиях мы привыкли видеть такого сурового поэта, агитатора. А здесь уникальный снимок, который Родченко снял в Пушкино, когда они были там, отдыхали, и Маяковский снят со своим любимым псом, скотиком. И Родченко в мемарах пишет, что сначала Маяковский изрядно накормил скотика мороженым, скотик очень любил мороженое, а потом взял его на руки, и вот он успел поймать тот момент, когда вот эта вот сохранилась улыбка Маяковского, подаренная своему любимому псу. И, конечно же, мы показали небольшую серию из фотографий Лили Брик с ее любимым автомобилем. Это то, чего она очень хотела получить от Родченко. А вот в целом, если отвлечься даже от выставки, которая у нас будет проходить, в целом сейчас музеи продолжают, так скажем, привлекать людей, потому что сейчас, в принципе, можно в интернете все найти, наверное, или нет? Или все-таки нельзя найти того, что есть в музее? Понимаете, ситуация, да, найти можно все, но задача музея все-таки попытаться как-то систематизировать эти знания, дать в рамках определенного какой-то темы показать полный спектр. То есть, да, человек может найти фотографию, да, может найти другую фотографию, человек может посмотреть фотографии Родченко. Но вот это сопоставление и вот это вот единое экспозиционное пространство, ведь выставка создается, выставка продумывается. Чтобы подготовить эту выставку, мы дважды приезжали, смотрели площадку, мы просчитывали, что мы покажем, как мы покажем, сколько экспонатов мы привозим, как они будут размещены. То есть, выставка как самостоятельный культурный объект. Даже в рамках хорошего музея все равно выставочная площадка, она каждый раз готовится, каждый раз она формируется таким образом, чтобы дать возможность зрителю окунуться в это пространство. Ну, а в последнее время музеи стали очень посещаемы. А как считаете, почему вот опять возник такой интерес к музеям? Ну, на самом деле это отрадный факт, но здесь опять есть две таких, две составляющих. Есть подлинная потребность и есть, в общем-то, музей начал заниматься активным пиаром. И с одной стороны, да, очереди в наши крупнейшие музеи радуют, но с другой стороны, не все так однозначно. Потому что с этой выставкой из Ватикана и со многим другим это не все так однозначно. И эти огромные очереди, ну, хотя все это можно увидеть в более хорошем варианте. Вот вы сказали, что приходилось приезжать, смотреть площади. Все-таки вот революция в искусстве, выставка. В Ульяновск вы сказали, как бы, ну, на самом деле связан с революцией, ну, прям вот кардинально. Почему тогда не Ленинский мемориал, например? Ну, на самом деле, все-таки нам приятно, что мы выставляемся, во-первых, в литературном филиале музея Краеведческого. Во-вторых, все-таки у нас художественная выставка. Если бы мы готовили какую-то политическую выставку, наверное, мы поговорили бы с мемориалом. Ну, и, наверное, самый важный факт, что я дружу с этим коллективом, с великолепным директором. То есть, я вижу ту огромную работу, которую делает музей по реализации каких-то своих проектов. Поэтому, конечно, формат этой выставки, он все-таки предполагает, это литературный музей. Формат этой выставки предполагает все-таки художественную составляющую. Поэтому и наличие нашего договора о дружбе и сотрудничестве с Краеведческим музеем сыграло свою роль. Как считаете, Маяковскому, его творчеству, как удается быть, так скажем, интересным во все времена? То есть, вот сейчас, ну, на самом деле, актуально, наверное, и произведения многие начинают вспоминать, читать. Я думаю, что потому, что, скорее всего, сначала где-то даже не 90-х, а 2000-х начала уходить вот это вот... То есть, все творчество Маяковского было покрыто такой политизированной пеленой. И пробиться внутрь к подлинному Маяковскому было достаточно сложно. Вот этот налет, налет партийного, придворного партийного поэта, наверное, он делал свое дурное дело. Сейчас этого нет. Сейчас Маяковского можно открыть для себя заново. Что и происходит. Опять же, почему эта выставка, почему мы говорим о революции? Потому что до сих пор многие вещи, которые делал Маяковский, они революционные. И несмотря на то, что мы постоянно принимаем участие в каких-то поэтических конкурсах, ну, в качестве жюри, там, ну, нету даже приближения какого-то к этой личности. Столько новых идей, столько новых слов, столько новых поэтических находок нет ни у кого. И, скорее всего, в ближайшее время не будет, потому что время достаточно спокойное. А тогда был вот как раз революционный излом сознания в жизни, в общественной жизни. И то, что заставляло появляться большим футуристическим объединением, то, что заставляло... Ведь в прошлом году отмечалось 100-летие Дада. Да. Поэтому было социальное состояние общества было таково, что оно революционизировало внутри себя. И во что это вылилось, мы знаем. А сейчас как раз столетие революции в этом году. Но вы уже сказали, что общество стало спокойней. Ну, понятно, не назрело таких событий, видимо, еще. Но в целом, вот, можно узнать ваше отношение, вот, может быть, к самой революции? И вот насколько изменилась, так скажем, жизнь наша за вот эти вот 100 лет? Ну, только через призму искусства. Ну, естественно. Ну, я считаю, что, понимаете, есть вот это в теории литературы, есть такое понятие, что поэзия – это то, что может иметь 7-минутный отклик. То есть она очень легко откликается вот на те события, которые происходят. Проза требует более большой дистанции, отдаленности, какого-то осмысления. И здесь как раз, вот, продолжая тему, вот, живого отклика, мы в прошлом году делали очень интересный проект. Мы показывали два поэтических союза, которые известны, которые существовали в России. Это поэтический союз, естественно, 20-х годов. Это Маяковский, Пастернак, Асеев и Марина Цветаева. Вот, это люди, которые, каждый из них по-своему, каждый из них в своей поэтической манере, в своей эмоциональной манере описывали события. И второй поэтический союз, вы легко его назовете, это тоже было время, когда в умах, умы вскипали, это Рождественский, Вознесенский, Евтушенко, Белла Ахмадулина. Вот, вот, пока этого третьего периода, пока у нас нет. Ну, поэти ждут, поэти ждут, потому что, ну, можно понять Маяковского, что писать сейчас о цветах, о занавесках, ну, неинтересно. А писать о чем-то актуальном, ну, пока этого актуального не так много. К сожалению, время у нас подходит к концу, поэтому хотел задать вопрос, ну, такой, для нашей программы, наверное, обычный. Что для вас ваша работа? Это очень сложный вопрос, потому что, наверное, это большая ответственность. Почему? Потому что хочется говорить много и разного, но и эти данные, в общем-то, пытаешься по крупицам и дергать из того, что есть. Но всегда висит понятие должности и понятие того, что ты говоришь, как официально, от лица музея. А музей – это все-таки та организация, которая не дает возможности фантазировать и экспериментировать на тех фактах. То есть, это должны быть четкие факты, многократно подтвержденные и, ну, обдуманные. Поэтому, наверное, работа – это некое балансирование между тем, что хочется сделать что-то новое, интересное, и в то же время пытаешься держать себя в руках для того, чтобы это все-таки не выходило за рамки научной составляющей любого музея. Спасибо вам за интересную беседу, за интересный рассказ. А телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был Алексей Викторович Лобов, директор Государственного музея Маяковского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова